Бисмилля, الحمد لله, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسالين نبينا محمدين وعلى آله واصحابه الجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодняшний выпуск мы посвятим теме такфира. Такфир – это наиболее опасное из радикальных религиозных движений не только в современном Казахстане, но и во всем мире. У нас это движение сильно распространилось в начале 2000-х годов в ряде западных и центральных областей Казахстана, куда проникло в основном северного Кавказа, затем уже позже начало просачиваться и из других стран. Такфир – это обвинение в неверии, в куфре. Во все времена такфир служил орудием в руках политически враждующих сторон, которые обвиняли друг друга в неверии. Если ссылаться на хадисы, то мы увидим, что есть одно течение, которое посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, упоминал особо и называл его последователем худшими из творений. Речь идет о хариджитах, о первых раскольниках этой умы. Первые приверженцы этого течения появились во времена правления Али ибн Абитолиба, радия Аллаху альху альху. Основной причиной их заблуждения являлась чрезмерность в вопросах религии, непонимание сути ислама. Поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма, сказал о них, «Они выйдут из религии, подобно как стрела вылетает из насквозь пробитой дичи». Эти хадисы достоверны. То есть, стрела, выпущенная в дичь, попадает в нее с одной, а выходит с другой стороны, моментально. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, уподобил их стреле, которая вылетела из пробитой мишени, подобно тому, как они быстро вошли в ислам и так же быстро его покинули. Их отличала так же жестокость, крайняя жестокость. Они не признавали авторитетных сподвижников и выдающихся ученых. И под лозунгом джихада могли убивать женщин и детей. В хадисах, переданном от Джарира ибн Абдуллы, говорится, «Тот, кто лишен доброты, тот лишен всего блага». А в хадисе, который передает Абударда, ради Аллаха Анху, говорится, «Тому, кому была дарована его доля доброты, получил свою долю доброты. А тот, кто лишился своей доли доброты, лишился своей доли блага». Хадисов о хариджитах очень много, и в них приводятся многочисленные качества нынешних такфиритов. И говорится, что последователи хариджизма будут появляться до судного дня. В одном из таких хадисов сказано, «Со стороны Востока от Медины, то есть со стороны Нечда, появятся люди, которые будут много читать Куран, но он не уйдет дальше их глоток, то есть не будет от них ничего принято. Они будут вылетать из религии, как стрела». «Сегодня идеологи этого радикального течения критикуют местных мусульман, ставя под сомнение нашу историческую религиозную принадлежность к исламу. Данное обвинение, то есть такфир, является идейным основанием как минимум возможности введения вооруженного джихада против своих же граждан. Однако, такфириты забывают, что согласно исламскому праву нельзя выносить такфир человеку, который считает себя верующим. Обвинение в неверии, такфир, без соблюдения условий соответствующих шурутов относится к числу величайших грехов. Как было сказано в хадисе, тот, кто обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто убил его». Этот хадис приводит имам Табарани. Имам Куртуби, великий муфасир, сказал, «Обвинение в неверии, такфир, опасная дверь, к которой подошло множество людей и споткнулось. А остановились у этой двери избранные и спаслись. А что может сравниться со спасением?» Ханафийский шейх Алляма ибн Абедин говорил, «Неверие, куфр, опасная вещь. Я не обвиняю в неверии верующего если я нахожу хоть одно оправдание не сделать этого». Такими были наши ученые в вопросе такфира. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхима саляма, сказал, «Когда один мусульманин говорит своему брату, о неверный, то это слово обязательно возвращается к одному из них». Этот хадис приводит имам Бухари. И несмотря на эту опасность, некоторые люди, а точнее хариджиты нашего времени, играют с огнем. Они могут оказаться на грани неверия сами и даже не подозревая об этом опасном положении. Это те люди, которые считают своей обязанностью определять, является ли мусульманин верующим или нет. И даже считают, что если они не будут этого делать, тогда сами станут неверующими. Иначе говоря, всю свою жизнь они посвятили для того, чтобы искать недостатки у людей. А ведь такое убеждение неестественно для нравственности мусульманина. Ведь это приводит к расколам и постоянным спорам среди верующих, тогда как наоборот, ислам учит нас миру, добру и концентрации на собственных поклонениях. Безусловно, наша религия имеет свои законы, четкие границы. В ней есть вопросы веры и неверия. Однако, при необходимости ими занимаются исключительно компетентные люди, высококвалифицированные ученые этой умы. Простые верующие не должны приступать к эти правила и устраивать смуту, особенно внутри общины. Разве недостаточно человеку самого себя и своих грехов, что он стремится разбираться еще и с грехами других? Благородные сподвижники роды Аллаху Анхум избегали этой темы, всегда ища оправдания даже явному сомнению. Ибо содержание сердец известно только Всевышнему Аллаху. Из истории известно, что во времена правления мусульман различных халифатов враги правителя использовали такфир в политических целях, желая лишить власти законного правителя и сделать его кровь, честь, имущество дозволенными по причине якобы его неверия. Но сегодня же очень удручает то, что некоторые верующие налево и направо выносят такфир. Особенно мы можем это наблюдать в соцсетях, когда совершенно незнакомые люди выносят такфир друг к другу. Они даже не знают, кому пишут, как выглядит этот человек, больной он или здоровый. Сколько бед таится в этом деле. И ведь плохо от этого не тому, кого называют кафиром. Ведь если он не таков, то он живет себе дальше под милостью Аллаха. Но плачевное состояние выносящего такфир тому, кто не заслуживает его. Ведь в таком случае сам выносящий такфир рискует остаться в очень сомнительном положении перед Аллахом. Неверие возвращается к самому человеку, который вынес такфир. Поэтому Всевышний Аллах повелевает нам заботиться о своей душе. Он сказал в Куране «О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе, если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение». Господь велит очищать свое сердце, ибо никто не понесет чужой нож. Печально, когда вся жизнь человека проходит в спорах о том, что его не касается на самом деле, и не поможет ему в день страшного суда. Пусть Аллах защитит нас и всех мусульман во всем мире от этого пагубного течения Джамаату Такфир и от поспешных вынесений хукмов. Субханак Аллахума Бихамдик. Нашхаду Алла Илаго 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 Настахфиру и Натубу Илайк. Илаго